Всем привет, дорогие друзья! Знаете, какой у меня самый распространенный вопрос в Инстаграме и в Директе? Ну, плюс еще ВКонтакте и в Ютубе. Это Лена, подскажите какие-нибудь отели в Турции, которые действительно хорошие и которые вам понравились, которые вы можете рекомендовать? Что я хочу ответить на этот вопрос? Ну, хоть я и была много-много раз в Турции, я не могу знать информации про все отели, потому что отелей в Турции великое-великое множество. А я была, ну, максимум, наверное, в десятки из этих отелей. Но я хочу вас научить пользоваться, пользоваться системой поиска для того, чтобы вы сами были себе режиссерами и сами могли выбрать себе самостоятельный тур. Именно вот ориентируясь на ваше желание и ваши запросы. То есть, таким образом вам будет проще, потому что никто лучше вас самих не знает, что вы хотите. Я уже на протяжении длительного времени пользуюсь агрегатором Травелата. Таких агрегаторов в интернете довольно-таки много. То есть, есть, я знаю, что Левел, Тревел, Турпоиск, Слетать.ру и еще, я думаю, что великое множество их. Что значит агрегатор? Это значит, что это объединение, объединение всех туроператоров, то есть объединение информации. То есть, за вас кто-то уже, какая-то система подумала и объединила предложение от всех туроператоров в единое целое. И вам осталось только вот зайти и посмотреть, выбрать то, что вам нужно. Почему Травелата? Потому что Травелата для меня очень удобна в плане поиска. Как-то вот, ну, у каждого свои предпочтения. Вот мне она удобна. Поэтому я ищу в основном на Травелате. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, как выбрать, как купить тур в любую страну. Значит, я буду рассматривать все эти туры на сайте травелата.ру. Под каждым моим видео есть ссылка на Травелату, можете зайти и посмотреть. Почему Травелата? Потому что для меня это очень удобный агрегатор. Что значит агрегатор? Значит, что вот этот вот сайт, он уже собрал все данные по всем туроператорам. То есть понятно, что вы покупаете тур от туроператоров. Допустим, Коралл, известные туроператоры. Тестур, Анекс Тур, Библиоглобус, Туи. Но Туи что-то не особо советую, мне не понравилось. Вот. Пегас. То есть здесь главное выбрать хорошего туроператора. Значит, будем смотреть страну Турцию. Можно смотреть, выбрать здесь любую страну. То есть, допустим, до этого я ездила в Таиланд, значит, выбирайте Таиланд. Сейчас я выбираю Турцию. Все курорты Турции. Здесь можно уточнить, какой, допустим, вас именно интересует, именно какой курорт Турции интересует. Их довольно-таки много. И Сиде, и Марморис, и Кемер, и Бодром. То есть все зависит от того, какой район Турции вы больше предпочитаете. У меня любимый район, это либо Анталия, район Лары, либо Белек, либо Кемер, я очень люблю, там камни. То есть выбирайте в зависимости от ваших предпочтений. Также можете выбирать в зависимости от цены, потому что справа вот условные цены. То есть где подешевле, где подороже. Вот в Марморис можно купить тур от 25 тысяч. Белек, видите, дороже от 46 тысяч, то есть в зависимости от цены. Я возьму все вот эти вот регионы, я не буду сейчас выбирать какой-то конкретный. Дальше. Дата вылета. Ну, сезон начинается у нас где-то с мая месяца, поэтому вот с 29 мая я беру. Вы можете здесь даты варьировать, какие вы хотите. Количество ночей беру в среднем 10 ночей. И туристы, двое взрослых, один ребенок. Это мой поиск. Вы здесь можете задавать любой поиск, какой вас интересует. Сколько у вас детей, сколько у вас взрослых и так далее. И, соответственно, выбрала предполагаемую дату, какая мне нужна. И ищем с вами тур. Ищем с вами тур. У меня сейчас постоянно запросы, как найти тур, какой тур выбрать, по каким параметрам искать, какой отель лучше и так далее. Вот это вот, мне кажется, травелата – это вот самый удобный поисковик, потому что здесь можно посмотреть отзывы любые, какие вас интересуют. Можно посмотреть рейтинг. Давайте так. Я сразу ищу хорошие отели. То есть не такие, где там 50-50 или еще что-то. Вот будем сейчас смотреть с вами самые лучшие отели. Потом могу сделать обзор на более-менее среднюю ценовую категорию. Сейчас мы посмотрим самые классные отели, к которым можно поехать. Ну, посмотрим сейчас, за какую цену. Значит, что здесь важно указать? Значит, ну, количество звезд. Меня интересует в данном случае 5 звезд. Вас интересуют там 2-3 звезды, соответственно, вы ставите галочку там, где вас интересует. Питание меня интересует. Ультра все включено. То есть вот эти поля желательно, чтобы время не терять на ненужные вам отели, желательно их заполнить. И самое главное, вот эта вот оценка по отзывам, чтобы она была 4,5. То есть это уже проверено. Если 4,5 превосходно, то это уже будет очень-очень хороший отдых. Значит, советую обращать внимание на тур операторов. А, давайте еще одно немаловажное условие. Для меня, после того, как я побывала на второй линии, очень важно, это первая линия. То есть это чтобы было море рядом. Вот поэтому вот здесь вот наверху есть такая вот ячеечка, линия пляжа. Первая я оставлю для себя. Если будет вторая, значит, отель будет дешевле. Если будет третья, значит, отель будет еще более дешевле. Но для меня очень важно, чтобы море было рядом, и чтобы не нужно было никуда ездить, ходить. Это опять-таки все выбираете под себя. Обращайте внимание на тур операторов. Смотрите, то есть вот, допустим, за которые я могу сказать, что это хороший тур оператор, и я от них летала. Библиоглобус мне нравится, отличный тур оператор. Пегас, у них, конечно, много нареканий, но во всяком случае есть уверенность в том, что они вряд ли разорятся, потому что они давно на рынке. Тест-тур тоже давно на рынке. Сан-Мар давно на рынке. Коралл. Но Коралл, Сан-Мар, Сан-Мар это дочерняя организация Коралла. Поэтому как бы что Сан-Мар, что Коралл. Поэтому дальше все выбираем с вами. Вот самые такие позиции мы выбрали, что? И первое, что нам предлагают, это отель Джустиниана Делюкс Резорт. На что обращаем внимание? Уже много раз говорила, но мало ли вдруг кто-то первый раз попал. Вот смотрите, рейтинг 4,6. Это означает, что большинству людей, то есть максимум это 5, понравился отель. Отзывов много. 1965. Это тоже очень важно. Если бы здесь было 20 отзывов, то такой сомнительный рейтинг, потому что 20 человек всего оценили. А здесь оценило практически 2000 человек. Поэтому вот этот, допустим, отель, я бы смело порекомендовала, что можно у него поехать. Ако-отель Алинда. Рейтинг еще выше. 4,7. И отзывов еще больше. 2787 отзывов. Значит, можно ехать вообще со 100% гарантией, и вам там, скорее всего, понравится. Далее, рейтинг 4,5. 4,5 – это хороший рейтинг, но 262 отзыва. То есть, как бы, ну, людей не так много вот оставляют отзывы по этому отелю. Возможно, что он может быть маленький, может быть, он новый, то есть не так много отзывов. Но в любой отель можно зайти и посмотреть. Давайте заходите, давайте смотреть, что нам предлагает отель Giustiniana Deluxe Resort за 126 тысяч за тур. За 126 тысяч за тур. Первое, на что обращаем внимание, где сам отель расположен. Расположен он в Алании, поэтому он немножко подешевле. Потому что Алания находится удаленно от аэропорта. Вы прилетаете в Анталию до Алании и ехать 2-2,5 часа в зависимости от того, на чем вы поедете. Ну, соответственно, вы можете здесь посмотреть картинки, все, что относится. Ну, то есть, это первая линия, да, видите, что здесь зонтики на первой линии, что территория более-менее зеленая, потому что пальмы видно, что номер отличный, превосходный, шикарный, бассейн есть на территории. То есть, это вы все можете посмотреть. На что обращаем внимание? Обращаем внимание на отзывы. Вот здесь вот вниз, если вы опуститесь, то начинаются отзывы. Вот они, отзывы идут на фоне топ-отеля. То есть, что вы на топ-отель зайдете, сайт – это такой топ-отель, что вы здесь уже посмотрите. И, видите, вот, допустим, очень много надо пролистать, желательно, отзывов, чтобы посмотреть. Вот, допустим, плохой, да, все, 5, 5, 5, 5, вот, 3,67. Что не понравилось? Тараканы в номере. Думала, случайность. Бегали в ванной на обоях. Ну, знаете, я не верю вот в этот отзыв, потому что, ну, здесь бывают такие заказные отзывы, и, ну, все пятерки, и тут вот тараканы, ну, скорее всего, вряд ли. Значит, это все посмотрели. Посмотрели описание, то есть, что вас здесь, допустим, привлекает. Расположен он в Куджалари районе. Это 93 километра, как я вам уже сказала, от Анталии. То есть, ехать далековато. Это 2 часа ехать от аэропорта. На это тоже нужно обращать внимание, устраивает вас это или нет. Также посмотреть, вот, допустим, что это 7-этажное здание, да, что есть там главное здание, есть еще одно здание. То есть, смотрите, если, допустим, будет в путевке указано вот это, то это значит 300 метров до пляжа. Поэтому нужно знать, какой корпус вы будете планировать. И дальше вы уже выбираете компанию. То есть, вы покупаете вот на вот этом вот агрегаторе, да, но вы покупаете тур у туроператора. И туроператора есть разные. Есть Санмар, как я вам уже сказала, это дочернее предприятие от Корала. Но я от Санмара летала неоднократно, в принципе, проблем у меня никогда не было. Вот самый дешевый тур от Санмара идет, 125 тысяч стоит этот тур. Стандартный номер в дополнительном корпусе. Обратите внимание, то есть это значит будет через дорогу. Значит, дополнительный корпус вы сразу отметаете, если вас дополнительный корпус не интересует. Здесь есть еще туры. Вот стандартный номер. Здесь уже не написано дополнительный корпус. Поэтому вот это вот стоит учитывать, что здесь уже вам ходить не придется. И уже нажимаете. Вот, допустим, вы хотите купить. Вот выбрала я от Санмара стандартный номер. Нажимаем в цену Здесь можно еще раз прочитать Питание ультра все включено Меня интересует вылет Из какого это будет аэропорта И куда будет прилет Потому что есть еще прилетает в Гази Пашу Для Алани это отлично Какая авиакомпания Значит авиакомпанию вы можете посмотреть Вот здесь летит роял Флайт Но это неудивительно для Санмара Это нормально у них они в основном роялом и летают Они летают обычно из Шереметья Поэтому я их обычно выбираю То есть у них базируются там самолеты То есть вылет смотрю 15-20 18-55 То есть вы можете посмотреть что вы теряете весь день Весь день вы теряете Вот этим вот вылетом И обратно То есть у вас тоже обратно дня не будет Вы в 8.30 уже выезжаете То есть это тоже очень-очень важно Обращать на это внимание Поэтому вы можете выбрать какой-то другой рейс Допустим вот в 4 утра Есть из Москвы вылетает Но тогда это все влияет на стоимость То есть здесь уже общая стоимость Потому что еще есть топливный сбор Который включен И вот здесь общая стоимость 140 тысяч рублей он уже будет стоить Вот такой вот отель Цена на тур изменилась То есть есть какие-то определенные скидки И поэтому к оплате 133 601 рубль То есть вот эти скидки Их конечно очень важно отслеживать Уметь отслеживать Значит бронировать очень легко То есть вы переходите к бронированию Заполняете все поля Которые вас интересуют Вам отправляют Я сейчас вам даже покажу Вот я покупала последний тур Сейчас зайдем на мою почту Вот смотрите Я заказала тур на Травелате Я все проплатила по Так как все было сказано Вот они мне высылают Тут же комплект документов Кассовый чек То что я проплатила Вот все меня спрашивают Сколько я заплатила за Таиланд Вот 54 тысячи я заплатила 522 рубля Это причем было со страховкой То есть я еще там дополнительную страховку приобрела Которую можно было в принципе не приобретать Потому что страховка уже входит в пакетный тур Но я еще дополнительно приобрела себе Дополнительную страховку Вот и вот смотрите Мне вы выслали документы На то что Документы на тур Вот они были документы Вот смотрите Это билеты высылают отдельно Страховку высылают Сам ваучер высылает Ну то есть как бы здесь не нужно опасаться Что там вы останетесь без документов За несколько дней до вылета Вот мне все прислали Что у меня касается Я еще раз говорю, что я брала у Туи Но я как компанию Туи Не советую выбирать как туроператора Мне компания не понравилась Но это чисто мое мнение То есть вы распечатываете все С этими документами едете в аэропорт То есть здесь ничего сложного нет Ну давайте Это я вам просто рассказываю по работе Потому что меня всегда спрашивают Давайте теперь посмотрим лучшие отели Лучшие отели Лучшие отели Ака отель Алинда Находится в Кирише Отличный, замечательный отель Очень хорошая сеть Там есть все, что только вообще возможно Отличные номера Шикарная территория Шикарное питание Кириш он удивительный по своей природе Поселок Там вид шикарный на горы Но учитывайте Что Кириш Это район Кемера И там будут камешки Там будет галька Если вы любите гальку Прозрачное море То вам сюда То есть вы можете смело выбирать этот отель Идем с вами дальше Ака Алинда Могу вот прям стопроцентной уверенностью вам советовать Но только если вы любите камушки Сиде Вот в Сиде в районе я ни разу не была 262 отзыва Возможно отель хороший 62 километра до аэропорта В принципе можете спокойно его рассмотреть Ну давайте посмотрим по наибольшему количеству отзывов Вот допустим Mirage Park Resort 1809 отзывов Рейтинг 4,5 Это отличный рейтинг Давайте зайдем посмотрим Что он из себя представляет 200 метров до пляжа Картинки отличные Но здесь знаете что Еще нужно конечно Смотрите какое там питание шикарное Учитывать там допустим Если едете вы с ребенком Там есть ли вот горки допустим Здесь видите 4 горки Есть отели где этих горок гораздо больше Или вы хотите наоборот Спокойный отдых То есть это вы все можете сами отследить Вот цены допустим Атанекс тур Самая там хорошая сейчас цена Нужно понимать Что включает в себя эта цена Поэтому всегда не бойтесь Вот кликайте на окошко Посмотрели там допустим Не устраивает вас рейс Находится все это в Кемере В Генюке То есть это тоже будет галька Это будет каменистый пляж Это будет шикарная природа Вот такая вот с видом на горы И смотрите сразу Что это Азур Эйр То есть как бы компания Авиакомпания Она тоже очень важна И допустим Ну Азур Эйр я ни разу не летала Не знаю То есть смотрите Багаж включен или не включен Аэропорт Внуково Допустим меня это уже не устраивает Потому что мне этот аэропорт далеко То есть сами таким образом Себе подбираете тур Это очень-очень удобно Я ссылки на некоторые отели Оставлю у себя в описании Вот допустим Лима Климра 154 тысячи на троих Тоже очень хороший отель Тоже находится в Кемере Ау Вадонна Шикарный отель Вы сразу можете обратить внимание 4.8 рейтинг Это вообще супер Ну то есть если рейтинг По тысяче отзывов И 4.8 То это вообще супер классный отель Прям едьте и не думайте В Ау Вадонне я была И могу советовать Со стопроцентной уверенностью Этот отель в Сиде находится То есть это ехать 55 километров от аэропорта Ну давайте посмотрим 146 тысяч на троих на 10 дней На 10 дней в мае В мае Сеть шикарная То есть смотрите Там есть боулинг Но боулинг обычно там За дополнительную плату Какие столики шикарные На берегу В смысле рядом с бассейном То есть можете покушать С очень красивыми видами Посмотрите сколько Какое количество бассейнов На территории Можно открыть фотографии Побольше Есть горки На территории То есть Ну вот в Сиде я не была Я была в Кирише Но я знаю что Вот сеть это Замечательная сеть Отличная Ну вот стандартный номер От Туи Стоит 146 тысяч Туи В принципе Оператор надежный Мне не очень понравилась Организация этого Туроператора Поэтому я его не хочу рассматривать Вот от Пегаса Я посмотрю 152 тысячи стоит Стандартный номер Стандартный номер Обычно номера там хорошая компания Нордвинд Тоже я летала Нордвинд Вылет из Шереметьево Меня устраивает Но здесь допустим 13.30 вылет Вы прилетаете в 17.10 Но опять-таки Конечно День уже у вас здесь потерян Поэтому вы можете выбрать рейс Но от выбора рейса Зависит цена То есть здесь допустим Цена 152 тысячи Рейс 13.30 Если вы вылетаете в 9.30 утра То уже общая стоимость будет 154 тысячи То есть на это тоже нужно обращать внимание И обратный вылет очень неудобный В 8 утра В 8 утра Это значит вы из отеля Выйдите где-то в 4 утра Встанете Потеряете все И настроение потеряете все Ну то есть неудобный вылет Поэтому тоже допустим В 8 утра я бы не выбрала А вот 14.30 отлично 14.30 отлично То есть вы возможно даже позавтракаете в отеле Выйдите, спокойно доедете Ну опять-таки Ну кстати цена не сильно отличается В 8 утра и 14.30 154 тысячи стоит То есть здесь уже чем позже вылет Тем лучше Вот допустим 19.15 Это вообще шикарно То есть вы спокойно и номер освободите И пообедаете И поедете домой То есть я бы выбрала вот такой То есть Но здесь уже цена выше 156 тысяч Опять-таки сейчас скажете Самые дорогие Рассматривайте Рассматриваю пока что самые дорогие Можем рассмотреть сами Самые дешевые Самые бюджетные То есть это все зависит от вас Цезарь Оксана была в Цезаре В Белике Ее там очень понравилось Но мне кажется Для пенсионеров будет не очень Потому что это Очень большой отель Очень большой То есть там очень огромная территория Легко заблудиться Питание когда была Оксана Было отлично Ну и в принципе рейтинг Вы видите 4.6 Рейтинг неплохой отель И посмотрите какое количество отзывов Но количество отзывов связано с тем Что отель огромный Отель огромный И соответственно отзывов здесь много Находится в Белике этот отель И я бы тоже к нему присмотрелась Потому что отель хороший 148 тысяч стоит Белик Белик В чем плюс Белека Смотрите семейный номер в вилле Давайте посмотрим Плюс Белека Что это недалеко от аэропорта Через 30 минут вы будете уже на месте Вам не нужно долго ехать Смотрите номер какой шикарный 35 квадратных метров С видом на стад расположен в виллах номер В номере балкон, индивидуальный кондиционер Wi-Fi Это понятно Бесплатно Гель для душа Уборка в номере ежедневно Смена белья Все это прописывается 148 тысяч стоит С 29 мая Жалко что здесь других картинок нет Ультра все включено Это все Пегасом Ну-ка давайте посмотрим От энтуриста я смотрю А нет такая же стоимость У Пегаса получается Что самое дешевое Но тут еще нужно обращать внимание На топливный сбор То есть допустим Если мы сейчас с вами выберем 148 тысяч он стоит Топливный сбор составляет 11 993 То есть все вместе к оплате 148 тысяч за троих Дальше допустим Вы переходите к бронированию Если вы хотите его забронировать Выбрали рейс, который вас интересует Заполняете Заполняете все свои данные На ребенка На ребенка На все То есть есть такая услуга Дополнительная Вы можете приобрести Но как бы я ее никогда не приобретала Она абсолютно не нужна Если у вас есть промокод У меня есть промокод Скидка на 600 рублей Под каждым видео в описании Это есть Вы вводите сюда промокод Получаете скидку Есть скидки большие То есть промокода Вот эти вот В принципе можно тоже в интернете поискать Есть большие скидки Сюда вводите номер карты И все Оплачиваете И вам все присылают на почту Все туры В общем что Вот я вам Меня когда спрашивают Вот что вы посоветуете Давайте вот так вот сейчас Посмотрим с вами отели В районе Лары Лара это значит Нужно выбрать Анталию Это ближе к аэропорту И это самые шикарные отели В районе Лары Давайте посмотрим Ну то есть как бы Анталия это он еще и городские отели выдаст Но мы сейчас будем с вами смотреть Район Лары Кстати вот это вот очень немаловажно Вот это вот графы Вот эти вот Посмотрите когда Самая низкая цена Если у вас не зависит отпуск Допустим там четко с 14 числа Да То вы можете посмотреть Что с 1 июня Будет самая низкая цена Давайте-ка я перейду на 1 июня С 1 июня вылет будет Стоить будет дешевле Чем вылетать в мае 29 Вот видите Тут можно посмотреть Всю раскладку цен От 95 тысяч От 95 тысяч Самая высокая цена Если почему-то лететь в четверг 128 тысяч стоит А если лететь в понедельник От 78 тысяч Можно найти тур То есть это вот все-все очень важно Так Дальше Как всегда Давайте сейчас так По-быстрому Это будет очень длинное видео 5 звезд выбираем Ультра все включено Потом в обратную сторону Пойдем 4 и 5 Как всегда 4 это тоже будет Но знаете Вот 4 мы ездили Аскаймак Помилуй, сохрани Это так Рамадаресорт Лара Сразу скажу Что это по-моему Вторая линия Третья даже линия Да Потому что мы его видели Отель хороший Но придется ездить на пляж Это не очень хорошо Поэтому стоимость 125 тысяч Обращайте внимание Вот здесь обязательно Третья линия Сразу давайте первую линию поставим Потому что третья линия Мне не интересует Клуб отель Сера К нему есть нарекания В принципе отель неплохой Но это не в районе Лара Он находится Такой Ну отель хороший Ничего не могу сказать Ну давайте все-таки Я хочу вам Лару показать Рамадаплаза Отличный шикарный отель Но у него нет пляжа То есть купаться будете со скалы В нем в этом отеле мы были Отель я еще раз говорю шикарный Но это городской отель То есть он рассчитан на то Что вы гуляете в городе Пляжа у него нет А вот это вот уже пошли Район Лара Вот Титаник Бич Лара 4,5 У него рейтинг Находится он в районе Лары 171 тысяча стоит Так Топкапы Топкапы Ты знаете там рядом 3 отеля Находится Кремлин Топкапы И вот здесь говорят Ремонт кстати Очень хороший был 4,6 отзывы Это хорошие отзывы Но он чуть-чуть подальше Находится То есть ехать чуть-чуть подольше Из аэропорта 16 км Мелос Лара Вот это вот район Лара Видите Представочка Лара Район Лара 174 тысячи Будет шикарный отель Шер Вот чуть-чуть У него поменьше Рейтинг Но тоже отличный отель Тоже находится в районе Лара Горочки там есть небольшие На берегу он расположен Хороший отель Бай Лара Немецкий отель Мы в нем отдыхали Рейтинг отлично 4,8 Там и на роликовых коньках Официанты ездят Развозят вам все Напитки все самые шикарные И кофе И вообще все Что только может присниться Это супер классный отель Но русских там не будет Русской музыки там Ну русских будет там мало Потому что отель дорогой В основном немцы туда едут Программа там хорошая В общем вообще Отель мне очень понравился Бай Лара 180 тысяч он стоит Лимак Лара Делюкс 192 тысячи Тоже будет шикарнейший Шикарнейший С песочком будет отель Будете наслаждаться Будет очень-очень хорошее там питание Шикарные бассейны Шикарные номера Вообще все супер Барут Это вообще один из лучших отелей Лара В районе Лары 225 тысяч То есть такие Супер цены Которые кстати Можно отслеживать По скидкам Сейчас я этот момент вам покажу В общем я думаю что все поняли Принцип Если кому-то будет интересно Могу самые дешевые Потом отели рассмотреть Горящие туры Вот я нажала сейчас И допустим Берем с вами Турция Вот сейчас если поехать в Турцию Ну точно так же Это вы в любое время Израиль мы отсюда убираем А Турцию мы оставляем Ближайшая неделя И здесь самое важное Обращать внимание На подогреваемый бассейн Рокс Роял Был недалеко от нас В Кимере Отель В принципе он неплохой 44 тысячи стоит Джустиниано 45 тысяч Но мне хочется такой Знаете какой-то Прям самый крутой Посмотреть сколько сейчас стоит Сенситив Кроун Плаза Давайте-ка мы сейчас здесь еще Линию пляжа укажем Что это первая линия пляжа И ультра все включено Сейчас он быстренько поиск обновит Вот клоп отель Сера Постоянно он предлагает Вот Адалая Это в районе Лары Шикарный отель Очень хороший Смотрите стоит он сейчас 49 тысяч Зимой Если поехать туда отдохнуть Ака отеля Алинда Тоже я вам уже говорила Что это шикарный отель Но в Кемере Как бы там В Кемере сейчас Вот особо в Кирише Делать нечего Зимой Но стоит он 50 тысяч Так чисто на релакс Гранада Лакшери Находится в хорошем районе В Авсаларе Когда я Скаймак показывала Показывала Гранаду Он светится всеми огнями Очень красивый отель 51 тысяч Там в Авсаларе есть куда сходить Погулять Пошопиться Можно доехать до Алании Вот 4,5 Сейчас за 51 тысяч В Мираж за 51 тысяч Можно сейчас поехать Бельдибе Палома Фореста Так Но я хочу Вот все-таки Посмотреть Знаете какой Дельфин какой-нибудь Ну вот Аувадона Сейчас 57 тысяч Стоит Адалая Элит Я вам уже сказала Что это хороший отель Кая Белек Тоже хороший отель В Белеке Шикарнейший 60 тысяч Сейчас стоит То есть вот сейчас Конечно цены очень хорошие Но еще раз говорю Что вы сейчас будете Загорать Самое главное Сейчас Вот если сейчас ехать Это чтобы был Подогреваемый бассейн Это Рамада Плаза Там есть подогреваемый бассейн Вот он Вы будете лежать Возле бассейна Купаться Если на улице будет тепло 63 тысячи Он стоит Ну как бы вот Это нормальная цена Барут Барут Смотрите Барут сейчас тоже стоит 64 тысячи В Кимере Риксис 64 тысячи То есть это в принципе Когда вы еще Так отдохнете Потом меня просили Про Ваяж Ваяж я честно говоря Про него ничего не знаю Но вот сейчас смотрю 4.7 Это шикарный Просто шикарнейший Уровень оценки 648 отзывов Это тоже очень Хорошие отзывы То есть количество Отзывов Довольно-таки большое То есть в основном Количество людей Он нравится Я думаю Что это очень Хорошее То есть если у него Даже выше оценка Чем у Сегинуса То это должен быть Прям супер Шикарнейший отель И вот сейчас Лучшая цена Если 3 февраля Лететь на двоих Он стоит 71 тысячу На 7 ночей На 7 ночей Это вообще Просто шикарная цена Он стоил 79 Так а давайте Сейчас с топливным Сбором посмотрим Ну я смотрю Интурист Интурист в принципе Как бы у меня к ним Никаких претензий нет Но все-таки Вот предпочитаю Я Коралл Сан-Мар Потому что Аэропорт у меня близко Рядом Шереметьево Они летают из Шереметьево Значит смотрите Что здесь включено Питание ультравключено Трансфер Групповой обязательно Страховка Обычная Медицинская Обязательно То есть это вы все Здесь можете выбрать 71 тысяча Сейчас А рейсов нет Не пойму А нет Рейсы есть Рейсы Это на дешевый тур Нет Который 71 тысяча А так Red Wins 74 тысячи Вылет из Домодедово Вот это вот Аэропорт Видите Домодедово Сразу наводите на него Допустим Выбираем мы Этот рейс И будет он стоить 74 тысячи Сейчас на двоих На 7 дней В супер Шикарный отель Но здесь нужно Знаете что Все таки Я бы посмотрела Я бы посмотрела Есть ли у этого отеля Подогреваемый бассейн Обязательно Можно даже Списаться здесь С администрацией Отеля И спросить Есть ли на территории У него подогреваемый бассейн Либо Почитать Бассейн Главное что Научились Для многих Это не составляет труда Многие пользуются Знают Но Многие по старинке Точно так же Думают Вот я пойду В турагентство Там мне подскажут То есть Ну лучше чем вы Сами Ваш отдых Мне кажется Никто не продумает Вот вы посмотрите Отзывы Характеристики И вы поймете Что вам нужно Почему я вам показываю Лакшери отели Потому что Сегодня тема посвящена Вот такому вот Хорошему отдыху Победному Я сейчас Для себя Пришла к выводу Что Мне допустим Больше интересно Поехать на Месяц уже Да На отдых Там как-то удаленно Работать И Снять допустим Какие-то апартаменты Или может быть Даже гостиницу попроще Допустим Троечка Пусть там будут Только завтраки Но Я сэкономлю В цене То есть Соответственно Я вместо Десяти дней Там за Двести тысяч Смогу побыть Месяц Для ребенка Это очень важно Когда он месяц Побыл на солнце Не только для ребенка Для самого человека Потому что У нас такая погода В Москве Серость Вот сейчас за окошком Если вам показать Даже освещения нет У меня толкового сейчас Что Солнце просит душа Душа просит солнца Поэтому Решать каждому Каждому Если у вас отпуск Там десять дней в году Или четырнадцать дней в году Когда вы можете позволить Вместе с семьей Куда-то выбраться То кому-то хочется Лакшери Отдыха Как раньше мне Да и сейчас В принципе Конечно От лакшери Никто не откажется Но весь вопрос В цене Можете вы себе Позволить это или нет То есть Если сопоставлять Там двести тысяч Десять дней И двести тысяч В месяц То я конечно Выберу сейчас Месяц А кто-то Допустим У него есть финансы Он может поехать На десять дней Спокойно За двести тысяч Поэтому Решать Выбирать вам Если нужно Все-таки Сделать такую подборку Я думаю Что всем В принципе Понятно Как там Подбирать Тройки Допустим Двойки Двойки Лучше не стоит Рассматривать Но тройки То есть В Турции Есть в принципе Нормальные тройки То можно Рассмотреть с вами На принципе Троек Ну я думаю Что В принципе Вы все уже поняли Самое главное Как Каким образом Пользоваться Этой системой Ну и Все ждут Обзора покупок Из Таиланда Как только Я приехала Разумеется Я снимала Видео Что я привезла Но Я Жду Определенное время Чтобы попробовать Потестить Вот эти все продукты Которые я привезла То есть Я имею ввиду Косметику То есть Маски для лица Шампуни Маски для волос Ну то есть Крема Крем для лица Все Вот это все Все Я уже протестила То есть Открыла Посмотрела Чтобы прошло Какое-то время Чтобы Не было Каких-то повреждений Высыпаний на коже Чтобы можно было Со всей ответственностью Допустим Сказать Что да Вот это вот Я советую Вот это вот Допустим Мне там Не понравилось Поэтому Мне нужно было Время Это время прошло То есть Я все протестила И следующее видео Будет о Распаковке Ну это будет уже Не распаковка чемодана А просто я вам покажу Что я привезла И какое у меня Мнение Впечатление О данном Продукте Ну и плюс Разумеется Для многих Очень интересные Комментарии И у меня На канале Такая вот Аудитория Зрителей Собраны Именно любители Путешествий И хорошего отдыха Поэтому Для очень многих Будет полезно Вот если вы были Где-то в каких-то отелях Пятерки Тройки Четверки Не важно Но вам там понравилось Вам там понравились условия То вы пишите Я думаю Что для многих Людей Эта информация Будет очень полезна И интересна И возможно Они Купят тур Допустим Именно В этот отель Благодаря вашей рекомендации А сейчас Как всегда Всем желаю Добра Удачи Позитива И обязательно Увидимся с вами вновь Пока-пока